Всем привет, друзья! Исходя из того, что многие ребята в комментариях поддержали тему создания видео про роли героев в игре, а именно первую, вторую, третью, четвертую и пятую позиции, я немного поднапрягся и создал для вас данное видео. В этом видео вы узнаете, что должен делать игрок, находясь в игре на какой-либо из позиций, что такое игровая позиция и каковы действия каждого из игроков на определенной роли, а также расскажу о понятиях игры в целом. Данный видеоролик будет направлен для всех типов игроков, будь то средний или ниже среднего уровня познания игры. Что же, информация очень объемная, но я постараюсь вкратце изложить и донести самую важную информацию для вас. Готовы? Тогда начинаем! Не вижу смысла начинать сразу рассказ о позициях без общих понятий доты, что такое дота и что мы видим в игре в целом. Defend the All the Ancients, защита древних, где главная задача всех игроков, а именно 10 игроков, это противостояние друг другу на определенных персонажах, для защиты древа у стороны света, the Sentinel, и защиты ледяного трона стороны тьмы, the Scourge. Дота – это генерация случайных и не случайных действий каждого из игроков в совокупности которых та или иная команда приходит к общему и конечному результату, а именно к победе или поражению. Дота – это пазл, который необходимо собирать всей командой. Да, именно всей командой. Все мы знаем, что дота – это командная игра, где играют все 5 игроков. Не 2, не 1 и не 3 игрока, а именно 5. В редких случаях 4 и менее игроков по понятным причинам. Каждый из игроков обязан придерживаться своей роли и своим определенным ограничением, исходя из нее. Что ж, подходя вплотную к позициям 1, 2, 3, 4 и 5, стоит обратить внимание еще на одну важную деталь. Карта Дот состоит из трех линий – верхней, центральной и нижней линии, соответственно. Каждой линии свойственна расположение той или иной позиции, ну, соответственно, роли. Самое время поговорить именно о ролях, так как мы уже вплотную подобрались к данному вопросу. Самая главная и важная роль отведена первой позиции – Керри. Персонаж, которому достается большая часть ресурсов, а именно золота и экспириенса, опыта в простонародье. Нежели чем должны получать третья, четвертая и пятая позиции. Данному типу персонажа отведена специальная легкая линия, а именно нижняя линия за силу света или верхняя линия за сторону тьмы. Стоит подметить, что Керри очень слабые в начале, но сильные в середине или к затянутости матча. Почему легкая линия? Потому что мы имеем подходы к данной линии с любых сторон нашей части карты, а это значит, что почти всегда мы находимся в безопасности и легко можем добывать золото скрипов. Помимо этого, возможности наших тиммейтов в помощи и ганге, или отзонивания нашего оппонента хардлинии, о которой поговорим позже, существенно возрастает. Так как игроки, стоящие в хардлинии, зачастую находятся не на своей части карты и являются более уязвимыми к нападению с нашей стороны. Касаемо главных задач Керри, Керри должен в кратчайшее время собрать определенные артефакты, которые будут способствовать скорейшему выходу на пик формы персонажа с последующим продолжением давления на соперников. В данном моменте необходимо понимание силы нашего персонажа, пика формы. Что такое пик формы? Каждый персонаж имеет определенную силу и способности, исходя из которых этот пик формы и складывается. Приведу пример. 15 минут фрифарма алхимика за сторону света и 15 минут фрифарма антимага за сторону тьмы. Кто выйдет на пик формы раньше? Алхимик или антимаг? Думаю, выбор очевиден, что это будет алхимик за счет того, что у него есть фарм спелл, которого нету у антимага. Соответственно, пик формы алхимика будет раньше, чем пик формы антимага. А это значит, что алхимику необходимо предпринимать определенные ранние действия для скорейшего завершения матча. Ведь чем раньше пик формы наступает, тем больше шансов одержать победу, нежели когда антимаг войдет в свой пик формы, и тогда алхимику будет уже намного сложнее, ведь фарм спелл ему уже не будет помогать в драках против персонажа посильнее. Исходя из этого, стоит извлечь то, что пик формы имеет график возрастания с последующим убыванием. Данный график может варьироваться, исходя из сложности игры, смертей, ошибок и прочих игровых моментов. Но, думаю, суть первой позиции вы уловили. Перейдем ко второй. Вторая позиция. Это мидер. Персонаж, находящийся на центральной линии, который имеет одинаковые условия для противостояния мидеру противоположной команды. Основная из задач мидера это получение самого быстрого аппа по уровню и в идеале доминирование над вражеским оппонентом центральной линии. Также мидер обязан с получением определенного уровня и стартовых артефактов начинать помогать команде, тем самым вносить КПД, коэффициент полезного действия, для скорейшего получения ключевых артефактов керри и дальнейшего продолжения в оказании давления на вражескую команду. Помощь команде может заключаться в нескольких моментах. Это либо ганг, либо ранний пуш, если это, допустим, пугна, который имеет очень ранний пик формы и который позволяет получать преимущество в финансах в виде пуша товаров на ранних стадиях, либо же просто успешных файтов. Строго не рекомендуется идти в ганг без полученного определенного уровня или же специального стартового артефакта, позволяющего значительно преобладать над соперниками. Но бывают и исключения. Как правило, помощь со стороны центральной линии начинает активно работать с получения либо шестого уровня мидера и выше, либо же в зависимости от активных рун, которые находятся на верхней и нижней части карты. На мид стоит идти персонажам с активными нюками, которые имеют ранний пик формы. Также не стоит забывать про то, что на мид должны идти герои, которые зависимы от экспы, ну например инвокер. Но также не стоит забывать, если артефактов добыть не получается на миде с добивания крипов, то необходимо понимание, что герой должен иметь потенциал с легкостью возвращаться в игру, нажав свои специальные кнопки ультимейт или какие-то другие способности. Например, пынув пейн. Она, имея один сапог и боттл, может с легкостью гангать любую линию, имея хорошие активные способности, либо тот же пак, который просто поставит ульт и сможет тем самым помочь в стопроцентном ганге на любой линии. Думаю, вторая позиция вам более чем ясна. Переходим к третьей. Третья позиция. Хардлайнер. Данная роль отведена верхней линией сил света и нижней линией сил тьмы. Хардлайнер получает ресурсов меньше, чем керри и мидер, но не меньше, чем четвертая и пятая позиции. Почему тяжелая линия? Потому что для того, чтобы получать ресурсы, мы будем вынуждены переходить на чужую половину карты, что будет подвергать нас постоянной опасности перед чужими саппортами, и мы будем очень уязвимы перед гангом, ведь отходов в лес у нас не имеется. Как правило, от хардлайнера требуется просто получение максимального уровня и, возможно, создавание спейса для нашего керри и мидера, байте на себя четвертую и пятую позицию наших вражеских оппонентов. При этом стараться не умирать и не нафидить вражеского керри. Не стоит забывать, что хардлайн – это не место, где нужно тупо стоять АФК, а место, где нужно оказывать максимальное сопротивление, но в меру своих возможностей. Например, ступить крипов, пытаться получить ЛВЛ. Какому герою светит хардлайн? Как правило, в хардлайн идут крепкие герои с возможностью эскейпа и с минимальной зависимостью от золота, так как в хардлайне особо не пофармишь. Такие герои, как Ризер, Кентавр, Клокверк, Риксар, Брюмастер, Тайт, Магнус и прочие, отлично подходят под эту роль за счет того, что имея сапог и несколько уровней, они уже смогут помочь своей команде в получении преимущества на карте. Хардлайнер может выходить на ганг вражеского мидера. Также желательно контритру, на которой находится ближе всего, ведь может выпасть монетка, которая просто нам необходима для поднятия уровня и золота. Как правило, хардлайнер стоит соло на своей линии против трех игроков, которые не выпускают его из-под тавера. Но когда четверка и пятерка уходят, то нужно пользоваться моментами и выходить на получение икспы, и пытаться создать неприятности для вражеского керри в виде сопротивления на линии по криппингу. Тут вроде все понятно. Идем далее. Четвертая позиция. Второй саппорт или же семи саппорт. Задача семи саппорта получать ресурсов меньше, чем керри и мидер с хардлайнером, но не меньше, чем игрок, который находится на пятой позиции. На плечи данной роли ложится задача поднятия артефактов, позволяющих проявлять доминацию в ранних файтингах. Например, мека, глиммер, пайп, арканы, ну или же даггер. Также семи саппорт может зачастую разделять покупку вардов и других артефактов, позволяющих наводить на карте свои правила совместно с пятой позицией по договоренности. Не стоит забывать, что также на четвертую позицию зачастую ложатся обязанности роума. Ром – это целенаправленное действие по передвижению по карте с умыслом ганка мидера или других линий. Данная аббревиатура тесно связана с четвертой позиции, так как для того, чтобы керрить дать экспириенс, мы на четвертой позиции, иногда в паре с пятой позиции, вынуждены будем передвигаться по карте для гангов и помощи. Также в свободное время мы можем стакать лес для нашего керри, ожидая, например, появления руны или появления какого-то ключевого артефакта, например, сапога. Не стоит забывать, что в обязанности четвертой позиции также входят тп-сейвы нашего хардлайнера и мидера в целом. Кто подходит на четвертую позицию, спросите вы? Баунтихантер, Сандкинг, Скаймак, Сайленсер, Тралл и другие герои. С появлением сапога данные герои могут быть опасны в роме и отзонивании хардлайнера. Кто не знает, что такое отзонить? Я расшифрую. Отзонить значит отогнать противника на свою часть карты, чтобы избавить керри или другую важную роль от сопротивления со стороны вражеского оппонента в получении золота и опыта, тем самым помогая нашему керри или мидеру получить значимое преимущество. Итак, переходим к крайней и немаловажной позиции, фулл саппорт или как говорят в простонародье, пятерка. Пятая позиция, фулл саппорт. Итак, друзья, самая важная на мой взгляд и самая нужная роль в игре это фулл саппорт. Данная роль имеет совокупность грамотности действий и понимания условий игры, ведь от каждого действия саппорта зависит дальнейший ее исход. Одной из основных задач фулл саппа является покупка курьера и вардов. Да, вы наверное удивлены, куру покупать обязан не мидер, а фулл саппорт. Также фулл сапп обязан запулить нашего мидера, а именно дать пару танго или же хилочку, если хватает средств. Не стоит забывать о варде, который также можем передать нашему мидеру. Все вышесказанное относится к ранней стадии игры, пулить в середине игры не обязательно. Фулл сапп на протяжении всей игры обязан помогать керри и вообще всей команде. При этом количество потребляемых ресурсов на данной роли должно быть меньше всех. Меньше мидера, керри, семисаппа и хардлайнера. Единственное, когда мы можем выйти и добить пару вражеских крипов, это тогда, когда наш керри или ошибся отправился в таверну, но это худший исход, ведь в этом зачастую виноват сапп, так как не отзонил энеми и не засевил, или же фармит стаки, которые мы соответственно и делали, когда отдавали экспу нашему кору. Не стоит пренебрегать покупкой вардов, это наша главная задача. Также в наши обязанности входит девардинг и покупка иного детекшна, дасты, сентри и гем. Не стоит забывать, что помочь нашему кору добить своего крипа тоже может входить в наши обязанности, чтобы удержать линию в нашей безопасной зоне ближе к нашему таверу, провоцируя тем самым вражеского хардлайнера перетянуться в небезопасную для него зону. Строго не рекомендуется помогать кору фармить, проявляя признаки автоатаки, тем самым толкая линию в небезопасную зону. Также это касается и четверки. Кто лучше всего сидит на фуллсапе? ЦМ, Шаман, Виверна, Даззл, ШД и так далее. Данные героя имея в инвентаре пару веточек и два варда в любом случае принесут для команды свой кпд. ЦМ даст колбу, Даззл даст крест, Виверна подхилит, но ШД может подсейвить астралом. Вот в принципе и все. Теперь вы знаете, что такое первая, вторая, третья, четвертая и пятая позиции. Надеюсь смог качественно и доходчиво объяснить, кто и что должен делать на карте по ролям. Надеюсь данный ролик вам понравится и если он хоть немного вам помог, то подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк, ведь я стараюсь только для вас. Также в конце ролика я вставлю вам картинку, благодаря которой вы сможете разобраться, какой герой относится к какой-либо позиции. Кому интересно, можете смело ставить на паузы и быть более осведомленным. И с новым зарядом знаний можете просто покорять всех своих друзей вот этой информацией. Также, друзья, советую репостнуть данное видео тем, кому считаете нужным. Те, кто не сильно шарит в доте. И я надеюсь, что это видео сможет хоть чуть-чуть повлиять на комьюнити дота 1. Поэтому смело кидайте это видео друзьям и гоу наберем 1500 лайков. Я знаю вы можете и такой труд реально оценивается в такое количество лайков. На этом все, ребят, с вами был Азиас. До скорого и до встречи. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...